Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорбых невином, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира Духе Святом, доброго всем дня и хорошего настроения. Сегодня 8 марта, и что характерно, сегодня не постный день. Обычно Великий Пост начинается пораньше, ну и, соответственно, пораньше заканчивается. В этом году Святая Четыридесятница начинается с 15 марта, поэтому вот эта неделька называется Сыропустная, когда мы уже от мяса отошли, но, тем не менее, еще есть возможность утешиться и заговеться на Масленице. Ну, а 8 марта — это день, в который наш народ уже привык вести себя определенным образом, когда сильная половина человечества просыпается пораньше, или с вечера заготавливает букетики с мимозами, или с тюльпанчиками, и с утра своим женщинам, девушкам, девочкам делают такой комплимент. И раз уж это вошло, а пометуя женскую природу и зная, что женщина, она любит ушками, в отличие от мужчин, которые любят глазками, не упустим возможность сказать добрые слова о лучшей половине человечества. Ну, это, если говорить про семью, ну, про свою семью, я так всегда представляю, представляю, что вот, Матушка — это моя лучшая половина. Ну, и действительно, без женской любви, без ее внимания, искренности, заботы, мужчина никогда бы не стал мужественным, никогда бы не стал героем, потому что в основном все героические поступки совершались во имя или ради, ради возлюбленной. И вот эта взаимосвязь, влияние друг на друга, она очень важна. Никогда бы мужчина не стал сильным, если бы рядом не было слабой женщины. И в этом тоже некоторые указания. Напротив, когда женщина становится сильной, мужчина слабеет, хилеет, ему лишний раз напрягаться нет никакого смысла. И, конечно, очень важно для всякой женщины в мужчине чувствовать опору, чувствовать защиту. И в первую очередь эмоциональную поддержку, эмоциональное приятие. что мужчина, он не только морально, не только материально, он поддерживает женщину тем, что он видит, слышит, замечает то, что для него его благоверное, его суженное, избранное делает. Умение поддержать, умение восхититься, умение сказать слова признания за вкусный ужин или за чистую квартиру, или за внешний вид — это то, что даёт женщине огромную поддержку, если она видит отражение себя в глазах своего супруга. Ну а супруге или женщине, девушке очень важно понимать тоже свою сторону влияния, воздействия. То есть если от мужчины эта безопасность всесторонняя и душевная, и физическая, и духовная, то женщина, она своей жизнью воздействует на органы чувств всякого мужчины. Пять органов чувств, поэтому важно, как выглядит, важно, что говорит, важно вкус. Вкус, да, пусть к сердцу мужчины лежит через желудок, важно, как готовит, важно, как поддерживается, важен запах, важно осязание. Все эти элементы, когда мы внимательны друг к другу, они формируют очень близкие, тёплые и добрые отношения. Ну, конечно, мы сейчас говорим всё-таки про отношения в большей степени в семье, потому что, ну, там какие-то моменты до брака, они недопустимы. Но Любовь, она имеет свойство развиваться, воспитываться, возрастать. Конечно, очень хочется, благодаря женщины, поздравляя их, пожелать, чтобы они были счастливы. Женщина красива, женщина счастлива, когда любима, чтобы рядом был любящий супруг, чтобы было Божье благословение на жизнь, чтобы были детки, чтобы детки, глядя на отношения в семье, на любовь жены к мужу, на заботу мужа о жене, чтобы детки учились и напитывались этой любовью. Ну, и, конечно, чтобы Христос был посреди всякой семьи, во взаимоотношениях. Потому что Любовь мужчины к женщине, женщине к мужчине, детей к своим родителям, родителям к детям, она всегда разрешается Любовью к нашему Небесному Отцу. Дорогие женщины, радости вам, мира, счастья и любви. Помогай нам всем, Господь!